Всем привет, дорогие друзья! С вами ваша Виктория, и это профимерный канал Vita Can Fly. Честно говоря, сегодня совершенно незапланированное видео, но мне очень сильно захотелось рассказать вам об ароматах, которые принадлежат одному бренду, а именно Shakira. Вдруг вы впервые на моем канале, и я еще раз хочу повториться, что я такой парфлюбитель, парфманьяк, который в первую очередь оценивает звучание аромата, а потом уже его стоимость, его класс, бренд и так далее. В моей коллекции живут ароматы из тяжелого люкса, из люкса, из ниши совсем чуть-чуть, из авторской парфюмерии, из сетевой парфюмерии. В общем, в моей коллекции те ароматы, которые мне нравятся. Если что-то мне не нравится, это сразу моментально от меня уходит. Я уже научилась без сожалений легко расставаться с ароматами. К счастью, этот навык у меня уже есть. Итак, друзья, оказывается, у меня целых семь ароматов от Shakira, и только лишь один из них я приобрела сама. У каждого аромата какая-то своя история, какие-то мои особенные чувства. Я не могу сказать, что я в диком восторге от всех этих ароматов. Я не могу сказать, что они очень горячо любимые, но тем не менее, они у меня есть. Они хорошо подходят для использования на каждый день. Они отлично подойдут для людей, которые просто хотят хорошо, очень хорошо пахнуть. Также они доступны. Они есть и на Валберис, и на Озон, и в большом ассортименте, по крайней мере, были раньше, в Магнит Косметик. Там я многие ароматы обоняла, знакомилась с ними. Вам тоже советую туда заглянуть. Итак, друзья, давайте начнем обзор каждого аромата в отдельности. А я заранее хочу у вас спросить, нравится ли вам певица Shakira, нравится ли вам, как она двигается, любите вы ее, нет? Знакомы ли вы с ароматами под брендом Shakira? Честно говоря, я просто от нее в восторге. Я считаю, в таком возрасте иметь такую шикарнейшую, просто нереально красивую фигуру. Это многого стоит, она прекрасно выглядит, великолепно двигается на сцене, и у нее очень даже неплохой голос. И мне особенно запомнилось выступление, где она танцевала на сцене вместе с Джей Лоудвикой. Зажигалочки. Зажгли весь зал и раскачали его. Напишите ваше мнение в комментариях. Ну, а теперь начнем обзор ароматов. Друзья, прежде скажу, что все эти ароматы примерно одинаковые по техническим характеристикам. На мне они держатся 3-4 часа. Какие-то шлейфовые, какие-то менее шлейфовые, но очень все умеренно, спокойно и средненько по техническим характеристикам. Итак, первый аромат на обзоре. Это вот такой прикольный микрофон, голубая водичка, золотой микрофон. Очень прикольное оформление. Аромат называется Шакира Дрим. Это простенький аромат, достаточно. Это перченый, красный, терпкий апельсин. Даже какие-то грейпфрутовые оттенки здесь я ощущаю. Сладковатый аромат, карамельный аромат и спокойная древесно-мускусная база. Интересный. Он цепляет именно вот этим сочетанием терпкого красного сладкого апельсина с перчиком. Даже хочется немножечко почесать нос, честно говоря, когда я вдыхаю его с блотера. Интересно, необычно. Вот вроде бы смотришь на водичку и думаешь, что это какой-нибудь акватический аромат, водный аромат, озоновый аромат. Нет, друзья. У меня, честно говоря, диссонанс звучания аромата с оформлением. Но в целом очень-очень даже все прилично и очень даже неплохо. Следующий аромат, который мне подарил мой шеф-редактор, кто не знает, я об этом как-то рассказывала. Я много лет подряд писала статьи на одном женском портале. Такая была моя подработка, можно сказать. И шеф-редактор, с которым мы прекрасно всегда общались и общаемся, подарила мне вот такой классный аромат. Это Shakira Sweet Dream, тоже в виде микрофона. Здесь уже черный микрофон. Здесь объем больше. По-моему, здесь 50, а здесь 80. Это аромат в стиле Lancôme L'Avée Belle. Очень даже хороший аромат. Вот он нравится мне больше. Он сладенький аромат. Он карамельный, он белоцветочный, красивый, тонный, тягучий аромат. Он такой притягательный, сексуальный, я бы сказала. Мне кажется, мужчины очень любят вот такие вот направления ароматов. Здесь есть кислинка черной смородинки. Здесь есть такая тоже кислинка и свежесть и бодрость, бергамота. Роза. Карамельная роза. И древесно-мускусная база. Прикольный аромат. В принципе, мне он нравится. Иногда, когда мне хочется чего-нибудь такого сладенького, я его на себя наношу. Очень даже все тоже хорошо здесь, в этом прекрасном флаконе. А теперь давайте немножечко потанцуем. Эти флаконы я обязательно покажу поближе. Смотрите, какая красота. Здесь образ танцующей девушки. Такое симпатичное ожерелье, камушки. Все очень нежно, лаконично, грациозно. Очень приятно такой флакончик держать в руках. Называется он Shakira Under the Rain. Если я ничего не путаю, потому что вот на самом флаконе здесь у меня ничего, никаких знаков опознавательных нет. А, Dance Diamonds он называется. Здесь 50 мл. Персия туалетная вода. Это аромат в стиле Dolce & Gabbana Light Blue или Moschina & La Flav. Это озоновый, летящий, акватический, цитрусовый, зеленый аромат. Взрывные цитрусы, какие-то спелые, сладенькие ягодки. И огромное количество всевозможных таких весенне-летних цветов. И даже, мне кажется, серо-амбры здесь есть. Ну, прямо вот как-то хорошо здесь она слышится. Для бюджетной парфюмерии это очень-очень необычно. Здесь какие-то хрустальные, белые, прозрачные цветы в виде какой-то такой невесомой, невидимой вуали. Очень приятный, очень легкий аромат. Какой-то аромат чистоты, свежести, аромат свежевыстерного белья. Я такое очень-очень даже иногда люблю по настроению нанести на себя. Обратите внимание. Очень красивый флакон. Я считаю, вообще, что все эти ароматы можно подарить, например, своей дочке, племяннице, сестре, подруге. Почему бы и нет? Единственное, что здесь, да, есть какие-то ароматы, которые повторяют другие знаменитые ароматы. Но я не вижу в это вообще никакой проблемы. Двигаемся дальше. Аромат Шакира называется Dance. Выглядит он следующим образом. Тоже красивая танцующая девушка Шакира с ее потрясающей талией, которая выполняет разные маневры в восточных танцах. И вот такое вот золотое ожерелье здесь есть. В пользователе фрагантики говорят, что аромат похож на розовый лакост. Да, соглашусь, действительно очень похож на розовый лакост. Это сладкая груша, утопающая в сладости и в бодрости свежих цитрусов. Это всевозможные розовые, приятные, такие припыленные, немножечко припудренные весенние, летние цветы. Даже слушаю какие-то весенние первоцветные здесь. Очень женственный, очень легкий, носибельный аромат. Вот он понравится очень-очень-очень многим девушкам, которые любят легкие, свежие, цветочные, незамысловатые ароматы. Вот он у меня на 100% ассоциируется с розовым цветом, с каким-то нюдовым оттенком, с какой-то такой бархатной пудрой у меня ассоциируется. Очень приятный аромат, честно говоря, я по нему как-то даже подзабыла, надо его поставить на видное место и почаще им пользоваться. Хороший аромат на каждый день. Единственный минус, который я только что поняла, присутствует у всех этих ароматов, у них не написано название, ну вот у шести ароматов нет названия на самом флаконе. Это иногда немножечко путает, особенно когда много флаконов у тебя в наличии. Следующий аромат это Шакира, по-моему он называется Эс. Такой симпатичный флакончик, здесь такой вот цветочек или солнышко, здесь у нас есть заглушечка, соответственно никакой крышечки здесь нет. Оп, и открыли аромат. Это очень тихий, спокойный аромат. Он очень хорошо подойдет на осень, на такую октябрьско-ноябрьскую осень. На холода, но не на мороз. Это белоцветочный, древесный, ванильный аромат. Он такой укутывающий, уютный, тихий, какой-то бархатный, ассоциируется у меня вот с таким вот нежным, спокойным бежевым оттенком, с кашемировым пальто, такого верблюжьего оттенка. Очень приятный аромат. Там еще, мне кажется, есть фиалочка, припудренные нотки, гальбаном, возможно, там есть. Очень нежный аромат, как какая-то, знаете, мамина пудра рассыпчатая, с пуховкой. Какие-то такие у меня нежные, приятные ассоциации с ним. Очень даже тоже хороший аромат на осенние прохладные денечки. Следующий аромат тоже S, называется Шакира S, уже версия флораль. Вот он больше подойдет на весну и лето, потому что он такой яркий, сочный, задорный, жизнерадостный, улыбчивый аромат, позитивный за счет ягод в пирамиде, композиции. Я слышу совершенно разные ягодки, именно сочные, именно свежие. Как он бодро начинается! Это ягодно-цитрусовый, яркий, запоминающийся старт. Огромное количество различных летних розовых, желтых и белых цветов. И ванильно-мускусно-древесная база. Прикольно! Это такой именно девчачий вариант, больше для подростков или для молодых девчонок, которые просто хотят очень приятно, цветочно, ягодно пахнуть. Тоже очень прикольно. Смотрите, как прикольно тут солушечка висит. Я бы, конечно, предпочитала, если бы здесь была полноценная крышечка. Такую конфигурацию флаконов я больше люблю. И завершающий аромат, который я особенно хочу выделить, потому что он у меня куплен мною. И получается тоже второй флакон в моей коллекции. Первый флакон мне подарила на день рождения моя любимая подружка Анечка, которая, конечно, не смотрит мои видео. Я помню, что мы были с ней в магазине «Подружка». Как раз у меня приближался день рождения 9 мая. И она сказала, выбирай любой аромат, я тебе его подарю. И я выбрала, конечно, Шакиру. Тот аромат у меня уже давным-давно закончился. И тут при удобном случае я его повторила. Вы знаете, прикольный аромат. Мне здесь очень нравится его такой немножко цитрусовый, экзотический, очень тёплый, опять же, яркий, притягательный старт. Мне больше всего именно здесь нравится его белоцветочное, очень объёмное сердце. Будете, конечно, кидаться в меня тапками, 100%, кидайте, пожалуйста. Я вам разрешаю, можете начинать. Мне здесь это белоцветочное сердце напоминает Дону Труссарди. Именно я говорю про белые цветы, про вот этот огромный, пушистый, объёмный букет белых цветов. Мне напоминает из Дона Труссарди версия «Туалетная вода». Вот там также всё красиво, женственно, слегка немножко мыльно-уходово, кремово. Какой-то такой вот образ у меня вырисовывается, где я в белом халатике, в спа-салоне. Мне делают обёртывания, массажи, какое-то, возможно, иглоукалывание. Такой спа-салон в сердце данного аромата, я слышу. Очень красиво, хорошо сделали. Вот этот вот сердечный блок вы прям выполнили. Отлично! Мускусно-древесно-почулиевая база. Очень хороший аромат, он мне нравится. И вот сейчас я его вновь и вновь вдыхаю, и он у меня со многими моими люксовыми ароматами ассоциируется. Ну, то есть, скорее всего, со всех люксовых ароматов знаменитых собрали все самые лучшие нотки, все плюсы и собрали здесь во флакончике. Очень хороший, достойный аромат, я бы его особенно выделила. И мне кажется, вот если прям вот пристально сравнивать, здесь технические характеристики будут выше, чем у других шести ароматов. Мне он очень нравится, я его чаще всего ношу. Если хотите лично вот мою субъективную рекомендацию, то я бы сказала, да, обязательно к нему присмотритесь. Я его, по-моему, летом видела вот в моём магнит-косметик, он там точно стоял. Так что можно легко подойти, познакомиться. Единственное, что есть такой момент, что в моем магнит-косметике все тестеры стоят под яркими лучами софитов, и большинство тестеров быстро портятся. Почему называется рок? Потому что, насколько я помню, Шакира умеет ещё играть и на гитаре. Она вообще, конечно, молодец. И комсомолка, и умница, и красавица, и танцует великолепно, потрясающе. Я бы у неё хотела поучиться. Кстати, маленький факт обо мне. Я несколько лет подряд занималась belly dance, танцем живота, причём вполне успешно. И даже мы ездили нашей группой большой, женской, на концерт в качестве поддержки, в качестве зрителей в театр имени Вахтангова, и там выступали другие наши знакомые девчонки. Очень большое количество звёзд из направления belly dance там присутствовало, и мы, конечно, очень классно провели время. Я бы с удовольствием сейчас бы тоже начала заниматься танцем живота, но на данный момент нет такой у меня возможности, потому что все дни расписаны буквально до секундочки. Ну, это была такая маленькая минутка лирического отступления. Друзья, я вам рассказала про 7 ароматов Шакира. Выбор только за вами. Моя искренняя рекомендация посмотреть в сторону аромата рок. Там ещё куча различных фланкеров. Я их не знаю. Я только знаю только версию рок. Напишите, как вы относитесь к певице и к данным ароматам. Я вас благодарю за внимание. Спасибо вам большое. Увидимся совсем скоро в новых парфюмерных видео. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok